Будем на прямой связи с Италией. Это крупнейший итальянский телевизионный эфир, вечерняя программа на третьем канале национального итальянского телевидения. В это мгновение происходит прямой эфир, ну и мы с удовольствием расскажем о том, что происходит в эти секунды в нашей стране. Мы из первых уст достучимся до европейцев, до всех итальянцев, для того, чтобы они узнали, услышали, увидели, каково в Украине сегодня быть на передовой. Фабио? Да, я тут. Добрый вечер из Италии. Привет. Олег, я тут. Мы все тут собрались. Мы вас обнимаем, Украина. Мы вас обнимаем. Мы с вами разом. За вашу храбрость мы вам дякуем. Дякуем. Дякуем, Фабио. Я хотел бы поблагодарить каждому итальянцу, кто сегодня на прямом связи с нами, кто видит меня и в моей особи каждого украинца, который дякует сегодня каждому итальянцу. За каждый цент, за каждую вещь, которая сегодня потрапляет в Украине, за каждого украинского парня и девушки, который вы обеспечиваетесь в ваших родинах, за каждое доброе слово и за каждую слезу, которую вы сегодня пускаете, за наш богатостраждальный народ, за каждое мгновение силы и доблести, которые вы выражаете сегодня нашим бойцам, украинским воинам, которые на передовой сегодня. Сегодня в Украине третья мировая война. Украина сегодня на передовой всего цивилизованного мира. Мы стоим на рубеже, не пуская сюда страшного врага. Россию, которая решила переписать историю. Россию, которая решила переиначить мировой порядок. Россию, которая перечеркнула все правила, все допустимые нормы человечества и морали, которые не видят сегодня людей, которые не видят сегодня боли и страданий на нашей земле, а видят только одно – желание установить свой порядок на нашей земле. Олег, я тут... Оцей код, який ви бачите, за домовую цего кода, ви можете напрямую попасть на Украину-24 и так связаться с ними. У меня два вопроса, Олег. Какая сейчас ситуация в Киеве на этот момент? Так как еще нещодавно кореспондент с нашего рай каже, что там есть бомбардувание в Киеве. И второе, что хочу сказать, есть какие-то возможности, что наступным дням будет разгортаться этот огонь? Фабио, на жаль, в Киеве неспокойно, так же, как и на многих частях нашей территории, украинской территории. Что дня, можно сказать, что година звучит сигнал повітряной тревоги. А это означает, что все киевы, все мешканцы украинской столицы должны быстро забраться свои вещи и ховаться в безопасном месте. На жаль, что дня, а иногда и несколько раз на день, ракеты, бомбы падают на землю украинской столицы. На жаль, каждого дня, а то и каждой годины, эти ракеты несут на украинские будинки, на киевские лани, на киевские простори. Они несут смерть и разрушу. Кілька годин тому чергова ракета, яка была выпущена с боку Росии, она была сбита нашей противоповетряной обороной, но уламки цієї ракеты в одном из киевских районов поскодили багатоповерховку, знищили кілька будинків, призвели до поранення кількох людей. И таке стається, на жаль, каждого дня. Это невымовный боль. Когда ты видишь тёй улицы, ты видишь тёй площадь, ты видишь тёй местя, которые еще вчера радовали своей красой, и мали б бути твоим натхнением, сегодня они дают нам лишь боль и страждание. Фабіо, я хотел бы показать страшную фотокартку. Боюсь, что вы знаете, что это такое, но вот эта фотография, которую несколько дней тому наши волонтеры создали на площади другого украинского города Львова. Это 109 дитячих визочков. Это страшный боль каждого украинца. Еще два дни тому 109 дитей было вбито російськими військами, російськими загарбниками в Украине. Сьогодні ця цифра – 115 дитей. 115 дитей никогда не виростут. 115 дитей никогда не видят своих бабушек и дедушек. 115 дитей никогда не пьут в школу, никогда не дружатся, никогда не створять своей родины. И это страшная речь, которую мы маем сегодня усвідомить. И это страшная речь, с которой жить каждый из нас. Я собі думаю, 115 дитей, каждое жизнь. А уявите себе, я знаю, есть чудово невеликое место, Портофино, поблизу Рапало, в Италии. Там небагато людей, там близко 500 людей живе в цьому невеличкому містечку. А я собі уявляю на секунду, це містечко, в якому немає жодної дитини, яку забрали звідти і ніколи не повернули. И еще одну цифру я хотів би назвати, Фабіо. Три мільйони українців сьогодні покинули Україну. Уявіть собі, ви зараз у Римі. Уявіть собі, Рим, в якому немає жодної людини. Рим, який пустий. И ця пустота, вона є страшною для каждого в нашей стране. Уявіть собі, на секунду цей момент, для того, щоб зрозуміти всю ту трагедію, яка відбувається сьогодні в Україні. Ми впевнені, що канали італійські люди, вони з вами, вони тримаються з вами. І ми знаємо, що воно, це те, що ми бачимо, воно все поміняло, все. І те, що ми розказуємо, що там стається. Ми, перші люди приїхали до Мелана. І коли вони приїжджають, ті біженці, вони їх обіймають, їм дають все, їх приймають до своїх родин. Сьогодні у нас дуже сильна солідарність з вами, яка дуже обов'язкова. Тобто, вона обов'язкова. Що мені здається странним, ми не розуміємо цей братерський сенс цього братерської війни. Ми знаємо, що, як це може бути, ми знаємо, що є люди, які нашого віку, які жили, які мають чоловіків, жінок російських, які в Криму жили. Я не розумію сенс цієї війни, які мають в родинах звізки дуже сильні. І я хотів запитати, як живеться з тим почуттям до цього, що відбувається, не зрозуміла війна. Фабіо, я українець. Я народився і виріс в Криму. Я не можу 10 років вже потрапити до себе в свою домівку, бо там чужі люди, там війська, які насилують, вбивають людей. Лише за те, що ти вважаєш себе українцем, лише за те, що ти піднімаєш прапор України всеми над будинком, тебе можуть запраторити до в'язниці або розстріляти навіть. Це не братерська війна. Це війна російської фашистської машини проти України. Це війна, насправді, проти всього цивілізованого світу. Це війна проти європейських цінностей. Не думайте, що це війна Росії проти України. Ні. Це війна російського загарбника проти всього цивілізованого європейського світу. Это Третья святая война. И если только она не пошла, извините, до Италии, до Франции, до Испании, то это лишь потому, что украинский солдат, украинский защитник, мой сын, который сегодня стоит в обороне Киева, хотя он не войсковый, это потому, что такие люди, сотни тысяч и миллионы людей сейчас стоят, обороняющие Европу перед российской навалой. Вы должны понимать, что сегодня началась Третья святая война. И лишь потому, что Украина показывает шалену месть и шалену витривалість, вы, на счастье, не слышали на себе все жахи этой войны. Но вы должны также понимать, что Путин не остановится на Украине. Ему не нужна Украина, ему нужна весь свят, або принаймні величезная часть Европы. Он хочет отродить империю, и свое желание он показал не сегодня. И даже не 8 лет назад. Он сказал про это 20 лет назад. Наша беда в том, что мы не слышали или не поверили тогда в эти слова. Олег, мы передаем привет, обнимаем всех людей, тех, кто сейчас смотрит Украина 24, люди. И я витаю, витаю за то, что сейчас как для коллег, как для тебя працювать в такой ситуации. Потому что сейчас телевизионные каналы, они очень близкие к людям. И они показывают, что происходит на самом деле. И поэтому дякую, дякую, серьезно, дякую за то, что вы делаете. И из Милана, из Италии. Объемте, великое объемте у вас. И я ждем увидеть тебя снова, снова слышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова